В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Во Дворце Независимости сегодня говорили о безопасности в стране и уровне преступности. Президенту об итогах работы за год доложил генпрокурор в Беларуси. В целом в 2018 уровень преступности сократился на 3%. В частности, меньше стало разбоев, убийств, грабежей, а на дорогах пьяных водителей. Снижается дебюторская задолженность. Этот вопрос также на контроле у генпрокуратуры. Есть еще ряд вопросов, которые требуют внимания главы государства. А потому Александр Лукашенко поручил подготовить вскоре совещание со всем силовым блоком страны. Я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях. Они тоже есть. Они известны. А над теми вопросами, над которыми нам предстоит работать. В итоге два слова и проблемы, которые мы сегодня видим. Чтобы мы их оговорили и принимали решения коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет и пошел шум. Потом где-то еще кто-то что-то скажет. Но надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. И сегодня же президент принял с докладом главу Следственного комитета резонансные уголовные дела и итоги работы. Также среди главных тем доклада Ивана Носкевича расследование преступлений, которые находятся на особом контроле президента. Рейтинговое агентство ФИЧа отправило рейтинг Великобритании на пересмотр с негативным прогнозом. Специалисты уверяют, что есть большая вероятность выхода королевства из ЕС в марте без какого-либо предварительного соглашения. Это бесспорно может привести к серьезному экономическому спаду. По оценкам ФИЧ, беспорядочный Брексит может даже привести к рецессии, с которой Британия сталкивалась в начале 90-х. Тогда ВВП страны упал на 2% за полтора года. О том, как правильно освещать спортивные праздники мирового масштаба, говорили сегодня представители Союза журналистов с работниками областных СМИ. Корреспонденты и обозреватели из 34 региональных изданий приехали для подготовки материалов о вторых европейских играх. О том, что нас ждет в июне, рассказали сотрудники Оргкомитета. Чуть позже региональную прессу ждет и встреча с представителем антидопингового комитета. Публикации должны быть качественными. Потому что это не просто очки, голы, секунды. Это жизнь яркая, борьба за победу. Это ведь спорт, по сути дела, модель нашей жизни. Где победы, поражения, подъемы, падения. Все это есть и все это должно присутствовать. После лекции журналисты посетили спортивные объекты. Позже запланирована встреча со знаменитыми спортсменами. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok